Заканчивается последняя игра сегодня. Это встреча особенная. Брокбойс против Эгреси. Главный арбитр этой встречи. Иван Зириков, пожалуйста, выходит со всеми. Без маски. Все нормально. Вот он. Если вы хотите его ущипнуть, то я боюсь, он вам не даст себя ущипнуть. Но он на поле появляется. И если кто-то думал, что это невозможно, брат на него похож. Говорили про брата все время. Но это не он, это Ваня, человек. Это состав Броуков. Мистер Икса мы расшифровали. Жекич Давыдер, Заевкирия. Защита со с ним Черный Рахима в центре. Долирин Яг и Мазур в атаке. Яг новый игрок. Но кто его не знает, в конце концов, Павла Яковлева. Игорь Звездин главный тренер. А сначала состав Эгреси. Где Клюка в воротах Кольтяпа Зот в центре. Досаевкиненко по флангам. Игораш Алексеев Абраме. А новый игрок в центре поля. Панкрат Зора из Минчуга. Зора очень радостно, что он восстановился после крестов. Ну и Илья Лисицын. Главный тренер Эгреси. Ну а это Данила Шелков. Это внук Юрия Альбертовича Розенова. Он сегодня на этом матче нанесет символический первый удар. Я должен сказать, что он здесь не один. И Жанна любимая. Любимый человек Юрия Альбертовича Розенова. Давай Юрию Альбертовичу. Она тоже здесь. И Данила первый удар. Ну давай сразу лепи поворотом по Ване Зирикову. Ну не добьет пока. Но под аплодисменты. Конечно. Ну и... Пожалуйста. Честно говоря, я видел, как этот перформанс готовился. Ну в гримерке еще. Но девушки похищают мяч. Что они собираются делать? Дэн безопасный. Дэн поосторожнее. Что-то напоминающее финал чемпионата мира в Москве. По-моему. Ну и Райзен прибежал, но когда девушки такие выбегают, кажется, хочет сам быть Дэном безопасность. Я думаю. Но у Дэна безопасность своей привилегии. Занесли мяч. И написано у девушек, что они Броки. Сейчас говорят, что мало их на поле появляется. Вот у нас появилось сразу две. И не случайно они появились у Броков. А в воротах пока был яркий перформанс Броков. Произошла смена вратаря. То есть девушки нас отвлекли. И вместо Вани появился не Ваня. Появился Коля. Они похожи очень. Там, насколько я знаю, еще будет обследование в понедельник. И выяснится. Пожелаем Гиле здоровья. Ой, как играет Клюкин! Ошибается! И 1-0 Броки! Броки забивает. С кем этого не могло случиться? Так это с Лешей Клюкиным. И это случилось тем не менее. Ну и Мазур. Здесь двое. Кто-то один из нас должен был взять. Получается. Раз в 50%. Ну, у меня он есть. А у меня нет. Вот как раз все работает. Да, 56%. Смотрите, заброс. И здесь бежит Мазур. И он останавливается. И дальше какого-то кариуса дает просто Леша Клюкин. Вот такое я видел только в той Лиге Чемпионов. Когда Реал выиграл у Ливерпуля в финале. Но здесь Леша Клюкин должен по вратарски себя повезти. То есть забыть эту ошибку. 1-0. Вот Гилю вы видели. И Дима Егоров вот как будто что-то знал. По-моему, заранее готовил разбег. Мы останемся в команде. Как правило. О, какая па... У вас здесь Клюкин хорош. А это сейчас... А, это Мазур. Закрутил... Ну, я так... Ёкнуло сердечко сейчас у тех 56%. Его сочинение. Сейчас атаку посмотрим. Данилин. Ой, как играет Данилин. И бьет Данилин и промахивается. Мне очень нравится, как Вася называл Макса Али. Мы играли в Суперкубок. Да. Атака сейчас опасная была. Мужик в порядке, но с передачкой. А почти прошла. Хотя мне кажется, в медиафутболе это всегда важно. Да, но с Десяткой, например, они сыграли в ничью. Опасная атака с Менчугов бьет выше. Какой был шанс? Там смотрели бы офсайд, скорее всего. Безусловно. Да, был офсайд. Безусловно был офсайд. А может и не безусловно. Ну, как с линиями у нас? У нас с линиями все в порядке. Чертим, чертим, конечно. Все хорошо. Да, мы не только меряем пульс, но и продолжаем чертить. И перекладина. Коснулся, да, крестовины мяч. И с чистым временем. Еще сложнее. Удар. И забивают. Нет! Не забивают Броуки. Невероятный момент. И тащат игроки эгрессив. Как редко это бывает. Здесь был офсайд, но пассивный. Очень хорошее подключение Кири из глубины. Тащил, тащил. И вот как раз Кольтяпа. Пожалуйста. Академия Локомотива. Против Яковлева. Спартаков. Да, ну там с запасом. Да, да. Это нам кажется в динамике, что мяч уже чуть ли не заполз. Но это же надо еще не запаниковать. Это же надо еще сыграть на автомате. Ногу поставить. Вот что Кольтяпа сейчас и сделал. Академию пока не выигрывает у тех, кто есть. Атака с Менчугом. Выигрывает с Менчугом. Проходит с Менчугом. Отдаст с Менчугом. И вот отсюда можно Глебу Алексееву бить. С Менчугом ловит мяч. Ну, собирает мяч. И дальше Зорин. Зорин отходит. У них держится мяч по-прежнему. Но они пока не бьют. Глеб Алексеев. Наверного. Навес. Удар. Выше бьет. И агрессив. Выше бьет. И агрессив. В момент у Гасаева. И вот как раз рядом с мальчиком с Данилой, который бил по мячу. Это Жанна Розова. Была сейчас внизу на трибуне. Сидит и поддерживает сегодня Игорь. Да. Вот подача. Да, это Николай Дасаев. Причем мне кажется, что очень... А, Григорьев на поле. 96-й номер. Вышел. Не успели заметить, как он вышел. И он здесь делал большую работу. Он поборолся за мяч. Он отвлек. Увел защитника Илю Давыдова. И вот был удар. Че, ну если слишком, то можно ведь избить. Но Данилин навешивает. Мазур. И выручает уже Клюкина. Не пускает его к мячу. Ну зря. Я думаю, что он взял бы этот мяч. Нет, он уже не выбивает. Он уже не с мячом. Дасаев. Дасаев выбил ваут. Он нас еще атаковать. Но он не Алишер пока. Но выбил. Но промазал сегодня зато. 0-0. А, 0. Пардон. Привык. Привык. Это не 0, это Олимпийские кольца. 1-0. Леша Клюкин пропустил мяч. Пропустил Мазура, даже скажем так. К воротам. И поэтому Брокбойс пока ведут. Но и у них были шансы. Вот у Данилина были. И у Дасаева были. Хорошо. Поймали. Многое зависит от мнения, от разных людей, от симпатий личных. Поэтому, ну, не зацикливаюсь, если честно, на этих наградах. Но приятно. Опасная атака. Ой, что сейчас сделал Мазур. Он пробил намного выше ворот. Так, всегда за спинами? Нет. Вратарь, если ошибся, должен забыть сразу и продолжить. Да, вот он. Опасный момент. Опасный гол. Гол забивает Броки. Гол забивает Броки. Ой, ой, ой. Что делает Алишер? Здесь он в аут правильно, что не выбил. Своё отношение к делу абсолютно на 180 градусов. И я думаю, мы в этом сезоне увидим от него какой-то прям феноменальный результат. А здесь почему так быстро всё получилось? Потому что без свистка можно было. И Яковлев отпасовал и убежал. Вот смотрите, как здесь всё было. Всё. Броки воспользовались этим шансом. Очень быстро среагировали, сообразили. И здесь оборону Игорь Си прошли. Ну, а дальше... А дальше что-то из Сергея Давыдова уже репертуара. Да, да. Я стал вспоминать, кто из футболистов профессиональных так делает. Ну, многие на самом деле делают. А вот так красиво, но только Серёга Давыдов. Конечно. Но Серёга Давыдов это ещё и упускает стрелы. Это ещё как Робби Кинг признаёт. Досаев здесь поборолся за мяч. Это остаётся Григорьев на поле. И вот первая стычка сегодня. Я, честно говоря, думал, что этого сегодня не будет. А что, мне бежать туда? Мне бежать? А я не знаю, ты смотри. Ну, Коля побежал, ладно. Побежал в каком качестве? Побежал рядом с ним. Ну, побежал разнимать. Ну, здесь с Алишером сцепились. И здесь вообще все. То есть, если ты туда сейчас прибежишь, заметят, но... О, ё-ё-ё-ё, здесь Игорь Струлин, он вообще сегодня начинал. Он сейчас закончился. Он сейчас готовил уя, блядь. Он ему ничего не сделал, блядь. Он просто взял на него влетел. Он замахнул. Правильно понимаю. Ну, если можно, вы повторите весь этот эпизод. Спорный. Желтая карточка. Сейчас вторая будет, даже не надо сходить. Иван Точно. Это мы не только Алишеру. Эгреси номер семь. Зовет к себе игрока Эгреси. Я говорю, я сейчас вторую покажу, лучше ничего не говорим. Повторы нам пока не дают. Ну, здесь все, по-моему, наступали на ноги всем. Потом поднялся Григорьев, налетел Струнин на Алишера. А что со Струнином-то произошло? Я вообще не видел, чтобы он в этом эпизоде участвовал. Ну, то есть, здесь тянулся за мячом Григорьев. Он не коснулся Алишера. Ну, а Струнин налетел. А дальше-то что? А где Струнин... Вот так, дальше смотрим эпизод. Пытается Григорьев мяч отобрать. Ну, может быть, судьи что-то видят в этом эпизоде. А я-то, честно говоря, не... Не так давно, кстати, был у Броуков. А теперь будет играть. На счет, кстати, давно-недавно в медиалиге я заметил такую вещь. Ей всего лишь два года. Но тут... Гол! Гол, гол, гол. Мазур! Он говорил про Мазура, да? Вот этот поставленный удар в дальний угол. Или Алишер? Или Алишер? Он Мазур бил по воротам. Не знаю. Но Мазур здесь был. Алишер получает мяч. Только Алишер передачу просто голливой отдавал. То есть, нет, но это мы еще в порядке. Мы еще следим и успеваем. Там спорят, счет становится трено. Потому что удар в стиле Мазура. Поэтому мы сразу... Да, 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 да. То есть, просто решили показать. Потому что Алишер пока прокладывал палец губам. Он показывал трибуне и игрокам игре, что замолчите. Мы выигрываем. Мы сильнее сегодня. Да. Ну, в медиалиге счет 3-0. Ни о чем не говорит вообще абсолютно. Ну, да, есть красный мяч. Хотя, я слышу пока Диму Егорову. Да, да, кроме него пока ничего не понятно. Вот линия. У нас есть линия. Да, нормально, да, да. Да и для меня тоже это гол был изначально. Друзья, для чего брать челлендж, если это технический вопрос? Чистый гол. Это гол 3-0. Вот линия, которая у нас есть. Ребят, но не тратьте вы челленджи. Не тратьте челленджи. Пожалуйста. Это такой просто призыв. То есть, сейчас, ну, Мазур вполне мог там его подменить, конечно. Им немножко такое ощущение, что не хватает именно вот такого человека. Стар еще один, и Хрюкин забирает. Николай Досаев. Открытие прошлого сезона. И это Ибра! Вот он, Ибра! Против бывших сработает ли правило? Ну, подавал весьма неплохо. Теперь спасной братани в эгрессе. Подача Глеба Алексеева. Удар выше. Вот, пожалуйста. Здесь и игрок, есть Локомотивская, есть Торпедская. У вас, кстати, тоже. Данилин, которого невидимы во втором тайме. Ну, пожалуйста. Окей, сегодня это можно. Да можешь так говорить, на самом деле. Ты играл сегодня, ты играл сегодня. Я играл сегодня. Карточки, да. Нет, они раньше были. Так все развивается, вы видите, как просто. Ладно, что Глеб Алексеева. Удар! И гол! Забивает эгресси. Там начинают смотреть еще на бокового судью. Ну, вот они три. Один. И Зириков анализирует игру Зирикова. Сейчас посмотрим повтор. Даже я так не видел, честно говоря. Навес. Глеб Алексеев должен был тоже навесить. Если сороковой, да? Да. Наверное. И обьет не он. Он уходит. А вот здесь 68-й, по-моему, нет в офсайде. Собственно, он и забивает. Это Андрей Зотов. Да, 68-й здесь видно прям. Ну, вообще в офсайде. Нет? Ну, обычно, когда может прийти судья, у нас комментатор мнение не высказывает. Но, вот если бы я судил, мне показалось бы, я бы посмотрел. Потому что, ну, во всяком случае, здесь были какие-то сомнения. Кир Воробьев пока уносит Райзена. Поважение вне игры. Гол отменили даже без просмотра дополнительного. Вот он сейчас с мячом отдает. И отсюда можно было бы завершать. Потому что Грзаев приходит штрафной. Вот Табо! Табо бьет поворотом. И добивание здесь было возможным. И вот отсюда удар Крюкин. Крюкин, ближний угол. Все защищает. Ну, опасная была атака Броков. Вот и поучаствовали те, кто на замену выходил. И Табо. Но он скорее здесь, мне кажется, старался пробить, чем отдать. И Вадик черный. И, наконец-то, мяч ему лег под его удобную левую ногу. Я здесь переживаю больше, чем в воротах, когда я сам играю. Подача. И Гриня! Набегает Гриня. И вот еще удар. И добавляет Гриня. Крюкин выбивает в последний момент кулак. Вот тебе и Гриня. Конечно, вот это вот не случилось, твоя пророческая. Там еще и Жекич. Помнишь, Жекич забивал вообще... Смотри, как Крюкин вырос. А, да-да, прижал щекой. Атакуют Броки, оставляют красный мяч, не выбивают в аут. Я думаю, уже... Хорошо. Выбивают. Жекич чувствует, как это нужно сделать. 3-0. Побеждают Броки, выигрывают у Игоря. Здесь это был их первый матч в пятом сезоне. Всем спасибо. Зирикова на ноль. Да, Зириков сегодня ничего не пропустил. И даже когда пропустил, выяснилось, что пропустил не по правилам.